Такая неприглядная картина встречает всякого, кто отважится войти в подъезды дома номер 10 на улице Газовиков. В феврале здесь начался ремонт, но как начался, так и закончился. Рабочие бригады ушли, оставив обшарпанные стены и пропитанные по белке полы. Живу здесь уже 48 лет. И вот такого безобразия у нас никогда не было. Впервые были ремонты, но до такой степени не доводили, чтобы полгода уже, да? Полгода. Вот с 10 февраля мы по белку эту всю носим в квартиру. И моем, и неудобства, что говорить. Полгода, да, вот как они начали ремонт делать. Это вообще. Люди сами выгребали всю эту грязь. Люди убирали на площадках. Мы ходили в ЖУ, просили, чтобы уборщица хотя бы убралась между этажами. Это было все бесполезно. Терпели люди долго, после чего обратились в Оренбургскую управляющую компанию, в ведении которой находится дом. Мы обращались в управляющую компанию с просьбой, чтобы нам представили сметы, чтобы мы посмотрели, что же должны сделать. В ответ нам ответили, что сметы еще не готовы. Они находятся в разработке. На вопрос, как можно заключить договор, люди работают не имея смет, то есть стоимости работы, нам в ответ просто пожали плечами и все. Впрочем, когда похожий вопрос задали мы, представитель управляющей компании пожал плечами еще раз. Я готов хоть час даже выдать смету жителям. Там единственная процедура старшему по дому выдается сразу, а если это просто жилец, там надо написать заявление. Как выяснилось, ремонт подъездов производит подрядчик ЖУ номер 9. Но когда именно работы должны завершиться, ни в одном документе не прописано. Формулировка довольно размытая в течение года. Конкретных сроков нигде не определено. Нигде ни в договоры нет, ничего, никаких сроков нигде не существует. Тем не менее, после нашего обращения в Оренбургской управляющей компании пообещали рабочих поторопить и завершить злополучный ремонт по возможности быстрее. Приносим свои изменения, как бы за то, что не проконтролировали, не обеспечили. Ну, по заверениям обслуживающей организации, которая обслуживает и ведет текущий ремонт в этом доме, ну, до 15 сентября мы должны все закончить. Виталий Сапожников, Вадим Нечаев. Наше время.